Будда в городе подкаст Дхарма военного времени Здравствуйте! Этот выпуск подкаста Дхарма военного времени несколько необычный. Я представляю в нем свою лекцию или беседу о Дхарме в программе «Четыре сезона пробуждения», которая шла весь этот год, и вот сейчас заканчивается, завершается, у нее остается всего лишь один месяц. Я думаю, что вот этот разговор также вполне уместен в контексте Дхармы военного времени. У нас звонит колокол. Я, знаете, хочу, с чего начать. Я просто только что зашел в Facebook и видел, там люди пишут про Ирпении и Бучу. Это два города под Киевом, где... Ну, сейчас их освободили, и там обнаружилось... Очень много погибших мирных жителей. Понятно, что уже за эту войну очень много погибло людей, но просто у меня лично, например, с Церпеньем есть какая-то личная связь. Я там проводил свои программы. Я хорошо помню этот город, у меня как-то очень близко. Вот я хочу, чтобы мы просто начали... Ну, знаете, вот как есть такая минута молчания, просто чтобы мы помолчали об этих людях, которые там погибли. Буквально несколько дней. Спасибо. 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 Ну, что... Я хочу... Ну, мы продолжаем нашу программу, и в этом есть определенная трудность сейчас, потому что, конечно, война нарушила там, на все нарушила, но в том числе нарушила мое видение, мой план, как мы можем двигаться. И особенно вот подходя к темам, которые я хочу предложить, и хотел предложить в завершении, и сейчас хочу их все-таки предложить. Есть определенная сложность в том, как их предлагать сейчас, вот в данных условиях. И там, даже если обратиться к традиции буддийской, даже в каких-то текстах, я сейчас уже не помню, где это было, но было сказано, что, в общем-то, в ситуации войны или вообще какого-то вот такого, ну, большого, большого трагедии, большого вызова жизненного, большого стресса, нам сложно практиковать вот то, что мы практикуем, именно наши методы, наши способы, потому что они требуют определенного уровня такой физической защищенности, эмоциональной защищенности. То есть тут получается такой парадокс. С одной стороны, они нам помогают проходить сквозь беды и трагедии жизни и страдания, собственно. Они для этого и были созданы, возникли из-за этого. Во всяком случае, этот буддийский подход, он исходит из контакта со страданием, да, с эссенциальным таким страданием, положением человека, что мы смертны, что мы болеем, что мы умираем. Но, тем не менее, пока мы тренируемся в этом, нам нужна определенная стабильность и определенная защищенность. Вот я хочу вспомнить, напомнить о таком, ну, основной какой-то нашей проблематике, основной модели, которую я, ну, на протяжении всей нашей практики, всего года, ну, как-то предлагал. Что вот у нас есть два модуса, если говорить таким буддийским языком, два модуса проживания жизни. Один сенсорический, второй нирванический. Сенсорический модус, если переводить на какой-то более современный язык такой, это модус выживания. То есть, я вот как отдельное существо обнаруживаю, что я болею, старею, умираю, смертный, что мне постоянно угрожают какие-то обстоятельства жизни, что за мной постоянно кто-то охотится, ну, что-то, кто-то, сама жизнь. Она меня пытается съесть тем или иным способом, убить, съесть, там, через вирусы, через войну, через вот очень много обстоятельств разных. Также я постоянно что-то теряю, нахожу, и я ищу все время какой-то ресурс себе. То есть, с одной стороны, на меня что-то охотится, хочет меня съесть, и в то же время мне для поддержания себя, своего продолжения, как организма, мне нужно есть других непрерывно, постоянно есть что-то. То есть, какую-то жизнь, какую-то плоть живую поглощать, убивать. То есть, мы можем опять же тут как-то делить это вот, что есть там коровы, которые страдают больше, потому что они ближе к нам, они похожи на нас, они кричат, если их убивают. А есть там какое-нибудь яблоко, которое, ну, вообще плод, и, в принципе, может, оно даже и хочет быть съеденным, потому что вот оно через это как-то быстрее размножится. Ну, а в любом случае, это некая плоть, которую мы жуем, которую мы поглощаем. И вот мы включены в эту пищевую цепочку, да, мы все время что-то едим, и все время что-то ест нас. И мы обнаруживаем себя в этом как вот, как отдельных существ. И в этом большая сложность. Тогда мы что мы хотим? Мы хотим выжить, естественным образом, да. Это вот опять же заложено в нас. Выжить и расплодиться, выжить и продолжить жизнь. То есть, у нас еще есть вот эта тождественность, что есть я как отдельность, как отдельность такая вот, которую нам нужно выжить. Но для чего? Для того, чтобы опять же продлить себя еще дальше, потому что опять же жизнь меня толкает в это. Сама жизнь, она говорит, тебе нужно размножиться. Она меня как бы запрограммировала, жизнь на это. И мы вот в этих программах так и живем. И в этом есть проблема, мы с этим сталкиваемся, потому что даже вот с этой просто своей несвободой от этого. Несвободой такой дистанциальной, что мы включены в жизнь, и она нас толкает, толкает на это выживание. Получается, что если мы только в этом, если мы обусловлены этим полностью, если мы другого ничего не знаем, вот в своем внутреннем опыте, переживании, какого-то расширения, что я не только это, тогда нам сложно, тогда мы вот сильно погружены исключительно в это выживание. И часто смысл сам уходит. Ну, а зачем? Зачем вот это вот? Зачем мне выживать-то? Ну, что тут ценного такого, получается, в жизни, если я вот родился, непонятно, что-то там прожил, убежал от всех, кого-то съел все время, все время кого-то жрал, и потом еще и взял и умер. И вот какой смысл в этом отдельном существовании, от такого атомизированного такого существа? Ну, окей, у меня были какие-то там связи, еще что-то. Мы, конечно, пытаемся найти эти смыслы, но зачастую как бы не находим. Вот сейчас как раз один из вызовов войны, вот я просто сейчас разговариваю со многими людьми, и у многих эта тема возникает, потому что мы вроде как за то время, пока мы жили в относительно мирное время, мы как-то меньше этого касались, да, вот такого непосредственного переживания. Даже вот учитывая, что происходило на Донбассе, учитывая многочисленные войны, которые были где-то дальше, там в Сирии, где-то еще, ну, как бы это понятно и очень, опять же, что вот если у меня тут у соседа или даже в моей, в моем доме что-то происходит, то я переживаю, это понятно, опять же, с точки зрения индивидуума, отношения к этому, да, и оно меня сильно задевает. Если это происходит где-то далеко, в Африке, меня это задевает меньше. Я могу там сопереживать этим людям, ну, как-то меньше. Это опять естественно, не надо ничего как-то накручивать вокруг таких теорий. В переживании это так просто, для всех. Если же мы как-то соприкасаемся с тем, вот кто, люди там, есть родственники, там, в Сирии, например, или какие-то близкие знакомые, вот мы тогда, это к нам приближается уже. А так это себя как-то абстрактизируется, абстрактизируется. А тут вот сейчас это пришло прямо на порог. Ну, кому-то прямо реально в дом, там, где живут, а кому-то через близких. Вот у нас здесь, в нашем сообществе, в этом небольшом, да, вот мы здесь все, вот у нас украинцы, вот русские, вот все, все мы тут сидим, все в одном пространстве, и мы сопереживаем, естественно, друг к другу. Потому что мы уже как-то год прожили вместе, и не можем не сопережать. Ну, как минимум, вот те, кто здесь остался. И у многих сейчас людей вот этот смысл теряется. Рачу вообще жить-то, ну, даже, если мы так друг с другом поступаем, вот это вот сегодняшняя, эта новость про Ирпень, про рабочую, как жить после этого, а когда мы узнаем про такой? Ну, вот буддизм, он, ну, вообще, любое, наверное, духовное учение, ведь оно, оно об этом, оно, любая религия, любое духовное учение, оно обращается вот к этой вот нашей какой-то экзистенциальной ситуации. Она говорит нам, смотри сюда, смотри сюда. Ты это, ты только это, ты вот это вот отдельное существо, выживающее здесь, такое маленькое, бессмысленное, которое вот что-то там пытается выпрыгнуть куда-то. Или ты еще что-то. И из этого начинается поиск, вот, собственно, поиск Будды из этого начался. Вот когда он говорит, что, окей, я вот такой, я болею, старею, я умру. И все, мои окружающие, мой ребенок, там, моя жена, мои родители, все, все такие. Я только это, или есть ли возможность спасения от этого. И дальше начинается поиск, и вот он у каждого свой. Очень важно, что он у каждого свой. И мы ищем, ищем эти способы найти выход из этого маленького, из этой сансары, да, если говорить буддийским языком. И, ну, порой у нас, вот через какие-то наши попытки, именно попытки, у нас бывает проявляются такие вот эти проблески, проблески расширения идентичности, проблески расширения себя. И в какие-то моменты, в самые, там, глубокие, там, высокие состояния, как мы это называем, мистические переживания, ну, мы понимаем, что мы точно не это маленькое, а что есть еще что-то. Это нечто, что, может быть, и словами не называется, потому что оно всегда выходит за пределы слов. Потому что как раз то, что описывается словами, это всегда ограничено. Да, вот как раз вот, вот я ограниченное существо, вот это сенсорическое существо, вот у меня есть границы. И я могу это называть, вот кожа, кости, вот я как-то могу это все называть. Там, мы говорим, мой ум, мое сознание, вот это все мое. И оно называется словом, и я понимаю, что вот мое сознание отличается от вашего сознания. На этом уровне мы разные. Вот я здесь, а вы там. У нас есть границы между нами. Но вот в этих мистических переживаниях эти границы исчезают. И мы выходим за пределы, в том числе за пределы слов. Поэтому нам так сложно говорить о мистических переживаниях, а как-то их показывать на них даже. Потому что мы используем для этого слова, мы пытаемся это описать и понимаем, что неверные никакие слова. Не могут они это описать. Не лишь могут указать, вот как этот палец, там это традиционная дзенская метафора, палец указывающий на луну. Они указывают на это, но не надо смотреть на палец. Ты смотри на луну. И тут, когда если у человека есть похожий опыт какой-то, он начинает понимать, о чем этот палец. И фактически все наши упражнения, все наши практики, они, ну вот если мы говорим именно о духовном пути, они ведут куда-то туда. Просто этот путь очень нелинейный. И нет такого прямого пути. Вот я встал на рельсы и поехал к просветлению, к пробуждению, к нирване. Нет, такого не получается. Это ни у кого еще в жизни не получалось. Никто это не описал вот таким образом. Бывает, что как бы у человека вот так вот, вот там известный случай, например, Раман Махаши. Человек был там 15-летний подросток. И вот у него хлоп, и с ним это случилось само, без какой-либо практики. Вот так как-то залетело к нему это. Вот. Можно тут подтянуть какую-нибудь теорию про прошлую жизнь, что вот он все прошлые жизни тренировался, и вот сейчас он, ну, неважно. Вот главное, что с ним это случилось. Но для большинства людей сначала возникает этот все-таки вопрос, как у Будды. Да, вот. Окей, я умру. Я вот чувствую себя таким маленьким потерянным в этом мире, затерянным в этом мире существом. Что мне делать с этим? Вот отсюда мы начинаем этот часто, этот духовный путь. И тогда мы начинаем искать, открывать одни двери, другие там, ходить туда-сюда. И нас что-то толкает. У нас есть какой-то зов обычно. Да, мы слышим этот зов, который вот нас подталкивает на этот поиск. Поиск не останавливается до тех пор, пока мы, ну, как-то не находим хотя бы, хотя бы какие-то эти, то есть я не говорю о каком-то окончательном пробуждении или просветлении, потому что я, честно говоря, в него так не очень верю, как такое вот стабильное, да, вот что-то вот зафиксировался там и все. Но скорее как опыт и переживания, это вот такие пиковые. Когда у нас они появляются, мы можем, ну, как-то распознавать их, и понимать, что, ага, если это вообще хоть раз в моей жизни было, значит, это, в принципе, возможно. У меня просто уже есть этот опыт, я от него не могу отвернуться. Я уже это, да, значит, если оно где-то там спит, какие-то моменты не проявляются активно, то все равно я знаю внутренне, что я уже, я это тоже в любой момент времени. И это дает нам новую опору. И вот здесь тогда как раз, вот если я говорил, что сейчас вот этот вот, я в основном описывал этот, первичный сансарический уровень выживания, то проявляется этот второй нирванический. И вот они, во всяком случае, в том пути, который там я практикую, который я здесь так или иначе пытаюсь как-то показать, вот это то, что называется буддизм ахаяны, там мы пытаемся совместить это. Мы говорим, что сансара нирвана существует одновременно. И у нас есть, ну, как бы, некоторый выбор, что ли, быть только сансарическим существом или добавлять вот сансар еще нирваны, добавлять. Насколько мы можем, насколько мы можем проявлять эту нирвану через себя вот прямо сейчас в любой момент времени фактически. Вот. И, опять, вот если это, эти два модуса сансарический, выживательный и нирванический, это вот такой, как бы его еще, ну, вот там просто слова-то заканчиваются, и поэтому переводить его на какие-то другие слова сложно, но я бы его назвал так вот, сравниваем метафорически с чем-то такой пространственной, да, безграничной, цельной, целостной, да, когда я есть все фактически, и нет времени, где нет обычных сансарических измерений, да, вот время, пространство, там все это как-то сильно меняется, исчезает. Но весь этот сансарический модус, он как бы включен в это, то есть он внутри этого оказывается. Вот. Соответственно, если мы берем это как некую модель, пока, может быть, опять же, если у кого-то там есть этот опыт таких расширенных состояний, даже просто приближение к этому нирваническому, то, ну, вы опять же уже знаете, про что это, знаете из своего опыта. Но если там такого опыта нет, но все равно ведь вас что-то толкает к этому духовному развитию, духовному пути. Поэтому здесь мы можем сказать, окей, опыта у меня нет, но я как бы верю в то, что это происходит. С разными людьми это происходит, и почему бы мне не доверять им в этом смысле. Вот. И тут я сейчас вернусь снова к тому, что я начал о чем говорить, что в военное время и вообще во время больших потрясений нам сложно практиковать этот путь, потому что военное время и время вообще больших потрясений, оно нас подталкивает к сенсорическому модусу, да, к выживанию. Вот мне нужно выжить на войне, там мне нужно спастись. Он включается сам собой, да. Это вот с чем, ну, просто это естественно, да. Вот если меня что-то хочет сожрать, если я чувствую угрозу, такую угрозу жизни непосредственно, ну, и даже тем, кто сейчас находится в каких-то условиях более благоприятных, да. все равно мы, у нас сейчас будущее как бы закрылось, потому что как мы, ну, что нам обеспечивает больше это чувство безопасности. Это более-менее понятное будущее, да, когда мы говорим, окей, сейчас может быть, например, сложно, но я понимаю, куда я движусь. Вот у меня есть какое-то будущее, видение этого будущего. Вот туда я движусь. И оно как-то понятно, я достаточно уверен в нем. У нас есть эта уверенность. То есть война у нас отбирает эту уверенность, в принципе. Действительно, ну, у всех, вот, в той или иной степени. У украинцев она совсем, как бы, отобрала вот. Но сейчас весь мир так вот застыл в таком. А что будет вообще? Как, что вообще произойдет? Та или иная угроза все равно у каждого сейчас есть. Выраженная как-то в его жизни или в ее жизни, конкретно в сети какой-то. Вот. И это будущее рассыпается, планировать мы ничего не можем толком. И, соответственно, мы сразу же впадаем вот в этот вот сенсорический модус, чтобы вот выжить. И в этом модусе нам сложно практиковать то, что мы делаем. Да, вот как это расширение, успокоение нам, потому что важно этот уровень определенного успокоения. поэтому вот, ну, как бы, я просто говорю об этом, что это нужно учитывать, что вот все, что я буду предлагать, оно подвергается сейчас тоже такой вызову, угрозе такой, да, что это сейчас усложняется, чем если бы мы практиковали в более спокойное время, более понятное время. Даже ковид теперь, вот мы вот там на ковид жаловались, да, что вот сегодня это будущее непонятно. Теперь как-то все совсем стало непонятно. Так вот, что же нам тут может помочь? Я вот говорю, что мои какие-то планы, как, довоенные планы, как было бы хорошо выстроить программу, ну, где там прям уж очень жестко не планировалось, да, оставляю какой-то люфт на такое, ну, как, а может вот так, а может так, на импровизацию какую-то. Но тем не менее, у меня было видение, вот мы дойдем до этой йогачары, и вот будем там у нас какие-то есть свои методы, свои способы с этим взаимодействовать. Я понимаю, что то, что я думал, о чем-то, то, что я планировал, оно просто не сработает сейчас для нас, не сможем это делать. для того, чтобы смочь, как нам тогда, нам нужно перед этим было бы практиковать, это там десятки лет, может быть, тогда эти методы нам помогли бы сейчас. Вот, я, в общем так, находясь в каком-то поиске того, что, чтобы мы могли вопереться сейчас, в этой же, все равно, в этой же парадигме, да, раз мы идем все-таки одним путем, ну вот, то им имеет смысл следовать, но важно понимать, что этот путь не узкий, да, вот, недаром Махаяна называется широкий путь или там большая колесница, то есть, он включает множество методов, и это хорошая новость для нас, да, что мы можем смотреть, как, что сейчас может сработать для нас в наших условиях, в нашей ситуации. Вообще, вот, еще раз я чуть-чуть вернусь к этой теме, ну, такой определенной защищенности, да, что, опять, если вспомнить, там, например, жизнь Будды, вот, откуда все, вся началась эта традиция, вот, от того человека, от Будды, что он сделал? Он отринул мирскую жизнь, вот, то, что называется, такой вот вовлеченную жизнь, потому что получается, что война или не война, но и в любой повседневной жизни мы, у нас много ответственности какой-то, да, у нас мы думаем действительно о будущем, у нас там, если скажем, дети, надо о них думать, нужно вот, ну, как-то о хозяйстве, о том, что как-то обеспечение этой жизни, то есть мы постоянно вовлечены и в какую-то активность, деятельность, заботы, и понятно, что в таких условиях нам там, вот, выделять специальное время, спокойствие какого-то, да, размышлений вот о глобальном, о каких-то экзистенциальных темах бывает недосуг, как бы, некогда. И тогда люди как-то по-разному это в зависимости от своих условий поступали. Вот один способ, если у вас есть, например, ресурс, предположим, вы такой вот человек там, сильно богатый, вы живете на каком-то там спокойном острове, вот, у вас прислуга всем занимается, детей там, я никаким нянчат, вот у вас есть, появляется этот досуг, и вы можете там заниматься духовной практикой, например, да. Если такого нет, бывает, что тогда люди наоборот делают, как Будда, как многие вообще в разных духовных традициях, они уходят от мира, они оставляют семью, даже, да, вот если вот Будда, например, оставил ребенка с женой, вот, и понятно, что опять же он был обеспеченный семьей, и о них могли позаботиться, там, куча родственников, и вообще все бы, ну, по тем временам обеспечены, то есть он не бросил где-то на улице там, вот, но в целом вот этот вот такой уход от жизни, и потом, соответственно, какие-то комьюнити стали возникать, собственно, и Будда этот комьюнити создал свою сангху, и во всех традициях там существует, ну, или во многих, так скажем, монастырские, монастырская традиция, да, когда люди уходят в эти комьюнити, для чего они уходят в комьюнити, в эти, в этот монастырь, чтобы в этом объединении поддерживающих, разделяющих ценности людей, именно объединенных ценностью вот этой, да, духовной практики, чтобы там заниматься именно этим, да, исследованием вот определенного пути и движением по этому пути, к спасению, к освобождению, там, знаете, как угодно, ну, вот, опять же, если переводить это на тот язык, о котором я говорил, что освобождение от этой идентичности себя, как маленького вот этого смертного человека, к поиску другой, другой идентичности, другой, больше, ну, вот это же, к расширению такому своей идентичности, там, христианство, это там, душа и спасение души, буддизм, это, соответственно, вот, поиск пробуждения, и опять пробуждение, когда я пробуждаюсь, вот к этой большей идентичности, к буддовости. У суфиев, например, ну, в исламе там нет же монастырей, но есть вот суфийские ордена, где тоже люди собираются вместе или становятся отшельниками, опять же, бродячими дарвишами, тоже такой выход за пределы какой-то социальной структуры. Вот в любом случае вот все эти способы, они говорят о том, что, ну, людям нужно высвободить в себе просто время и силы для этой практики, да, что у меня оно есть. Вот я знаю, что я могу там сидеть сколько-то время делать эти упражнения духовные. вот, и вот, как я сказал, что в ситуации войны это становится для многих людей невозможно, да, что как бы спасать надо жизнь, себя, других людей, там, своих близких, там, детей, прочее, или вот если вы сидите где-то в безопасной обстановке, в любом случае неизвестность, это она может как-то начинать как-то гнет, гнет этой неизвестности, да, возникает, плюс мы там в любом случае сейчас мир такой вот, что мы вовлечены в отношения, близкие, с разными людьми в разных концах мира, и мы можем как-то очень сопереживать, и мы, это опять же нас выбивает из того какого-то базового состояния уравновешенности, которое необходимо опять же для как минимум вот нашего стиля практики. Вот это я все описал, описывал сейчас ну, проблематику, да, вот с чем мы сталкиваемся неизбежно, и с чем будем сталкиваться еще достаточно долгое время, я думаю, даже если война там закончится быстро, горячая стадия, мы будем еще разгребать ее последствия многие годы. То есть, поэтому вот просто я почему-то об этом говорю и так долго и подробно, потому что это нужно принимать к сведению, да, что сейчас в целом вся жизнь подвергается, вот что мы испытываем этот вызов и такую вот угрозу, и в том числе наша духовная практика подвергается этому вызову. И тогда вопрос, окей, что мы будем с этим делать, как мы можем, если все-таки эта ценность для нас остается ценной, раз вы сюда приходите, причем, ну вот, действительно люди из очень разных условий, особенно вот, мои дорогие, наши украинцы приходят, я очень благодарен, что приходите сюда, продолжаете поддерживать это. Значит, это важно, значит, это важно для нас. Вот, и первая опора, первая опора, это, собственно, сама эта ценность, это памятование об этом, что, что бы ни происходило, что бы ни происходило со мной, с миром, с жизнью, для меня это важно, я иду своим путем. Напоминание себе об этом, бесконечное напоминание, оно очень важно, потому что именно это и проводит нас сквозь весь ад, да, я постоянно повторяю эту фразу Черчилля, потому что, мне кажется, она очень буддистская, как раз, если вы идете сквозь ад, продолжайте движение, продолжайте движение, да, не останавливайтесь в аду, да, потому что он вас съест, если мы продолжаем движение, мы идем к выходу из аду, сколько бы он, сколько бы этот ад не длился, и нам нужно, тогда вот нужен этот зов, и зов, собственно, сама ценность пути, что мы движемся туда, вот, и дальше вот, что нам может помогать, если мы возьмем как основу, как такую основную модель, что, окей, вот, мы как бы признаем это, что у нас есть два этих модуса, нирванические, сенсорические, что они существуют одновременно, даже если у нас нет опыта нирваны, или он очень такой вот краткосрочный, просто как вот такое расширение, освобождение, может быть он очень, ну как бы, не какой-то грандиозный, просто вот этот вот такой, как-то, проблеск, да, этого, да, что, как вот, выдох такой, освобождение, хоть на мгновение, если вы это чувствовали, как когда-либо, в какой-то, в практике, или случайным образом, как-то, то ты, как я говорю, что это может нас поддерживать, как просто памятование, что это есть, тогда наша задача каким-то образом это соединять, и что нам может помогать добавлять в сенсорический опыт, этот нирванический, ну вот, какие опоры, ну вот, если мы говорим про исключительно сенсорический режим выживательный, то там основная ценность, это именно ценность выживания, исключительно, там нет ничего другого, и это тогда очень, ну такой вот, эгоистический путь, да, то есть он как бы, вот, что бы там ни было, я выживу, вот вы все умрете, там, не знаю, все, все пусть умрет, я должен выжить, вот, и если такое замыкание в этом происходит, закупливаемся, этот человек может, человек может стать очень хорошим выживателем, вот это очень важно понимать, да, что у нас есть огромное количество, способов выживания, мы хорошо этому научились, у нас есть методы, и психологические там методы, да, вот, манипулирование миром, объектами, там, субъектами, другими людьми, и вообще всем, чем угодно, для того, чтобы проходить и выживать, проходить и выживать, да, это вот, это ценность выживания, только это существует, но мы люди уже как бы не только про это, да, у нас есть вот ценности другие, вот, как минимум, те люди, которые здесь собираются, раз вы здесь собираетесь, у вас есть эти ценности, как я уже сказал, что если у нас есть ценность пути, как бы вы это ни называли, духовным развитием, там, духовным поиском, поиском пробуждения, поиском просветления, ну, вот, у каждого какие-то свои резонирующие с этим слова, но внутренне вы как-то это понимаете, вы просто чувствуете, вот, что вас что-то зовет, и вас тут движет, естественно, вот, как я уже сказал, это может быть первым пунктом, пунктом памятования, да, вот, в том, что для меня это важно, я, я иду путем, я иду путем сквозь любую ситуацию, это может нас поддерживать, на это можно как-то наступать, вот, как эта дорога из этого выстлано, но, если мы посмотрим вообще на вот это слово ценности, я часто употребляю это слово, потому что это важная опора для нас, может быть, вот, в том числе, как духовных существ, таких, да, не просто вот этого существа, который пытается выжить, потому что ценности, ведь они не про выживание, на ценности всегда превышают выживание, вот возьмите какие-то ценности, такие вот, ну, не знаю, там, свобода, да, это же, бывает, человек жизнью готов пожертвовать ради свободы, то или иной, тогда получается, что ценность свобода гораздо больше, чем ценность жизни, выживания непосредственно, то есть, человек может, например, если его свобода подвергается атаке, да, если его запирают, например, там, в тюрьму, в концлагерь, человек может выбрать ради свободы, ради того, чтобы не испытывать вот это переживание несвобода, он может покончить с собой, и будет рассмотреть это как выход из положения несвободы, или наоборот, он выберет, что он скажет, я во что бы то ни стало выживу именно ради свободы, да, вот как, ну, вот известна эта книга и вообще позиции Виктора Франкла, многие сейчас его, да, вот в данных условиях как раз цитируют и опираются на него, потому что вот это обретение смысла, обретение ценностного смысла, ценностного смысла именно через выживание, фактически, да, вот в невыносимых условиях, он как бы кажется, что я выживу, вот всем вам назло, я буду здесь жить, не только выживать, я буду жить, я пройду, чтобы это закончилось, и я продолжу свою жизнь, ради свободы, то есть он делает такой выбор, но другой человек, который кончает жизнь самоубийством, я считаю, что это тоже противоположный по действию, такой выбор, тем не менее, он тоже может быть ради свободы, вот, там, ценность достоинства, скажем, да, вот сейчас тоже, многие об этом говорят сейчас, вот не терять достоинства в данной ситуации, в какой бы обстановке я ни оказался, и тоже люди погибают, проходя сквозь, ну вот, во многих там, если мы с историей, там, военной истории, люди, чтобы не потерять достоинства, они теряли жизнь, но сохранили достоинства, и если мы проведем какой-то такой, знаете, ну, посмотрим просто, вот, на ценности, да, что же, ну, вот, что они из себя представляют, а творчество, а любовь, но это все не про выживание, исключительно, а дружба, вот вчера у нас здесь был разговор, кто присутствовал, опять же, я очень благодарен всем вам, кто, кто был вчера, и кто не смог там, там уже кто-то посмотрел записи, кто-то еще посмотрит, мы, очень трудный был у нас, трудная встреча, трудный разговор, потому что, вот, как с этими нам идентичностями теперь, вот, вот есть русские, вот есть украинцы, мы теперь вот так, да, мы поделились таким образом, и после сегодняшнего, например, информации про Бучу и Ирпень, я вообще не знаю, как мне русским называться, у меня паспорт, я не могу эту идентичность просто, вот так, взять и выкинуть, да, у меня есть это, тем не менее, это, вот, мне, и теперь как надо с этим жить, да, всем нам, но, мы преодолеваем это, я поражаюсь вашей силе, вашей силе, особенно тех людей, кто в России, и кто в Украине находится, я, ну, как бы, для меня очень ценно, что вы герои, что вы можете сюда приходить, и сидеть тут рядом друг с другом, смотреть друг на друга, вообще в глаза смотреть, говорить что-то друг другу, в этом смысле те из нас, вот кто, вот Кристина, там я, кто-то вот Лиза, кто живет сейчас в каких-то третьих странах, да, нам может быть чуть-чуть полегче, потому что мы, у нас есть как бы уловка, да, внутренняя, а мы как бы вот, мы снаружи вообще где-то, мы в третьих странах, хотя это, конечно, тоже уловка все, но, в любом случае, так вот, все мы, которые здесь собираемся, это показывает, то, что мы сюда приходим, несмотря на очень большую трудность, этого прихода сюда, просто, вот, чтобы побыть здесь вместе, я считаю, что это как раз опора на ценность, мы понимаем, что я приду, даже если у меня будет очень трудно здесь, мне очень будет больно, я буду здесь с этими людьми продолжать, потому что есть большая ценность, назовите это каким угодно словом, я назовю это дружба просто, вот, для меня это важно, и я стараюсь это сохранять для себя, и вот, если мы смотрим на эти ценности, то мы видим, что они не про выживание, и тогда, если мы помним о них, они позволяют нам расширяться, да, они позволяют нам говорить, что ты не только вот этот выживатель, у тебя есть еще что-то, и, когда мы говорим о ценностях, мы можем, ну, посмотреть на них, с точки зрения такого архетипа, да, вот есть юнгянское понятие архетип, то есть, что такое архетип, это нечто важное, как-то работающее, что ли, для разных людей, на протяжении, там, всей человеческой истории, вне зависимости от культуры, да, оно может выражаться, вот есть, в юнгянстве различаются архетипы, и архетипический образ, да, вот архетип, вот я говорю, свобода, да, это архетип, можно вот так сказать, ценностный архетип такой, но он может выражаться в каком-нибудь образе, каком-нибудь, не знаю, свободного человека, да, какого-нибудь, или бога там, какого-нибудь, который воплощает собой свободу, и он очень конкретный, может быть, для какой-то конкретной культуры, там, вот, для конкретной буддийской культуры, вот, Будда, это воплощение свободы, да, вот я вам показываю, Будда, Вот это архетипический образ. И вот там, что мы говорим, пробужденность, это тоже архетип, да, но Будда воплощает его, образ Будды воплощает его, это самое, ну, воплощает воплощение, его проявление какое-то. И, соответственно, вот если мы начинаем думать о ценностях, как о архетипах, да, вот свобода была важна для людей, вне зависимости от культуры, от традиций, от чего угодно, во все времена еще будет на перспективу важна. Творчество было важно, было и будет. Любовь была и будет. Дружба была и будет. И вот какой-то набор ценностей, которые вы можете для себя вычленить, вот таких больших ценностей, да, вот которые в завущих ценностях, там, пробуждение, там, для кого-то еще, то есть вот какие у вас, какой у вас этот набор, вы для чего практикуете, вы для чего сюда приходите, да, вот этот вопрос, для чего я здесь, каким путем я иду. Сам путь, вот этот вот, то, что мы называем духовный путь, это тоже архетип, да, он есть в разных культурах, в разных традициях. Не даром, Будда говорил про этот духовный путь, там, да, сизм это вообще такой путизм, да, вот это как-то мы движемся по пути. Ну и любую, любую духовную школу, как мы не возьмем, мы можем увидеть это как путь, потому что мы выходим из какой-то точки, изначально вот этого вопроса, кто я, что это такое здесь за жизнь вообще такая, да, что это за мир. Мы задаемся этим вопросом, и он начинает нас звать, и мы идем по этому пути, как-то узнавая, узнавая про это что-то, больше, 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 больше к этому расширению, узнавая через опыт именно. И, так, я пытаюсь тут выключать ваши микрофоны, или вы их включаете, то один, то другой. Не надо трогать приборы. Вообще, то есть, если мы говорим, опять же, о ценностях, тут неизбежно возникает вопрос этики, да, этики. Вот этика, это очень человеческая. То есть, опять, если мы говорим о выживании, то животные, ну, судя по тому, как мы их наблюдаем, опять же, кто их знает, там, их внутренний мир изнутри, но со стороны, как бы судя их, так вот, со своей человеческой позиции, мы можем говорить, что, ну, вот они вот, такие существа инстинктивные, ну, смотри, что они реагируют, и вот они в основном действительно похожи, потому что они в основном занимаются выживанием исключительно. Вот эта ценность выживания проходит сквозь них, только эта ценность, кажется нам, да, со своей стороны. Но про себя мы точно знаем, что мы не только это. И наша сложность в том, что в нас есть, это животная природа, животное инстинктивное, выживательное, сенсорическое, достаточно тупая, вот так можно сказать, видящее только вот, только выжить, и ничего больше, не видящее. Ради этого выживания, но готово там глотки грызть или другим. Вот, но у нас есть еще эта человеческая природа, добавленная, как бы, да, и она может быть развита в той или иной степени. И вот если мы там говорим про вот этого человека, который изображен на этой, вот в этой фигуре, то я лично его считаю, ну, человеком, который проявил наилучшим способом свою человечность, воплотил ее. Именно человечность. То есть, ну, вот конкретно, если про буддийский путь, он, ну, во многом, по преодолению этого животного, животной обусловленности, да, реактивности и опору на человечность и на ценности. И вот здесь тогда очень важно, если мы говорим про, опять же, те же самые опоры на ценности, на этику, то этика становится очень важной. Да, вот мы тут в основном все про медитацию, да, про осознавание. Ну, для чего это нам? Это же инструмент всего лишь осознавания. Дальше вот вопрос, что я делаю с этим осознаванием? И если мы говорим про буддизм любой, любой школы буддизма, любого направления, то этическая составляющая там всегда была очень важна. То есть это любой буддийский путь – это три элемента. Он состоит из трех элементов. Первый элемент – это, вот, собственно, осознавание лучшее, большее, то есть всматривание в жизнь, да, контакт с ней, через себя, через свои же переживания, в том числе через контакт вот с этими выживательными сенсорическими животными реакциями, инстинктами и прочим. Контакт с ними рассматривание, в том числе с теневыми областями, с своими темными сторонами, то, что мы называем темными сторонами, со всем этими импульсами ненависти, жадности. Да, мы смотрим в это, мы смотрим в эту свою тьму, да, мы признаем ее, но тогда, что дальше мы с этим делаем? И все-таки задача наша, если говорить о буддийском пути, это преодолевать и вот темную тьму, не приносить в нее свет сознания и опираться на ценности, да, искоренять тьму все-таки, искоренять ее. И опять же, если следовать этим путем буддийским, то Будда говорил, что основная наша проблема состоит в трех, в трех, все вот эти вот числа-то, да, все по три там, ничего того, четыре, восемь. Так вот, три, если мы говорим, у буддизма три составляющих, это осознанность, этика и мудрость, и вот это и есть буддийский путь, из этих трех элементов стоящих. То и проблем у нас три, как вот там Будда указывал, это то, что он называл как ненависть, и вспоминая про вот уже наш годичный путь, мы можем сказать, что ненависть – это не просто ненависть, в самом крайнем проявлении, это когда вот, ну вот, вот то, что ненависть, прям ненавижу какого-то, например, человека, да, сейчас во время войны это естественным образом возрастает. Но ненависть ее истоки, о которых говорит буддизм, вот эти сенсорические истоки, они отправляют нас вот к этому первичному импульсу выживания, отторжения чего-либо, отвращения чего-либо, чего-либо вообще, все, что мне не нравится, все, что мне неприятно. Вот мы вспоминаем здесь период Ведана, когда мы изучали Ведану, вот мы ее изучали через опыт, вот что-то мне неприятно, я это отталкиваю, я с этим борюсь, я испытываю это волно отвращения, так или иначе, я это выталкиваю от своей жизни. И опять, на, вот здесь очень большая в этом проблема, что ли, наша, да, что с одной стороны, как же нам совместить-то вот сенсорические и нирванические, потому что элемент отвращения, он необходим для выживания, мне как отдельному существу, необходим, но как мне таким образом, как мне вот извернуться, чтобы быть не только этим, вот это вот практически невозможная задача, которую мы перед собой ставим, радикальная задача. И точно так же, вот он, если он говорит, что одна проблема, это ненависть и ее градации, да, вот вторая проблема, это жадность, и опять ее градации, жадность в каком-то самом, в каком-то воплощении, в каком-то грандиозном, это вот там какие-нибудь яхты немеренные, которые измерить уже ничем нельзя, это какие-то вот эти несметные, богатства, которые люди, это власть, власть, которую человек тоже не может отпустить, вот она там проявляется, вот у нас, значит, есть примеры, да, примеры, мы их все видимы, они все видимы, они все видимы, и вот мы, вот, пожалуйста, но если мы обращаемся не к ним, а к себе, говорят, что вам нет этой жадности в чем? Вот тут опять градация, и, соответственно, когда мы изучаем это именно в нашей практике, мы изучаем не только какие-то, когда у нас прям эта ненависть и эта жадность прям захлестывает, когда это нечто большое, а мы изучаем это на очень тонком уровне, вот я смотрю на чай, и у меня появляется сейчас я его выпью, сейчас я тебя выпью, простая вещь, да, и дело не в том, что я должен теперь себе, вот опять, если я впаду в эту ловушку, да, да или нет, исключительно, да, я говорю, что, так, теперь, значит, чай, значит, если я испытываю к нему влечение, тогда я должен себе запретить пить чай, ну нет же, не про это дело, не про это, не про это вообще, да, не про это речь идет, а про то, что я осознаю, что меня тянет к этому чаю, то есть получается, что у меня есть реакция, бессознательная реакция, мы ее так и называем, реакция бессознательная, если я не осознаю, я просто взял да и выпил, и что я при этом делаю, я чем-то читаю там в этот момент, а выпил я как-то вот самостоятельно, потому что оно само как-то выпилось, я и не заметил этого, как выпил, ну как-то оно там, а вот если я осознаю, как именно вот это меня тянет, как именно вот это все происходит, я вношу свет осознания, зачем это меня начинает расширять в опыте, у меня появляется зазор выбора, и вот тут-то появляется эта мудрость, а вот мы говорим, что осознанность ведет к мудрости, мудрость в чем? Мудрость в том, что я вижу больше, я вижу больше и выбираю тогда что-то лучше, как тщительнее выбираю, и тогда у меня вопрос возникает, а на что же я ориентируюсь в своем выборе тогда? И вот тут мы возвращаемся к вопросу ценностей, и вопросу этики уже, вот тут они все три собираются, осознанность, мудрость и этика, если я осознаю чуть больше, если я не поглощен исключительно реактивностью, если я не поглощен жадностью, ненавистью, а третий, я напомню, третий – это невидение, это как раз то, что как раз я не вижу, то, что я не… Вот я, меня к чаю это тянет, а я этого не замечаю, не замечаю. Меня, значит, какая-то вот это от чего-то отвращается, а я этого как бы и не замечаю. Если я добавляю туда эту осознанность, вот как видение просто, как вот я это… Окей, я вижу, так, хорошо, то это добавляет мне света туда, при этом я не прекращаю реакции самой, реакция продолжается, но становясь более видимой, у меня появляется еще другая точка опоры. Я вспоминаю, так, а что для меня сейчас в данных условиях, в данных обстоятельствах, в данной ситуации, в данном моменте, в этом мгновении, вообще важной цены. Ну, и я вполне могу выпить чай, да, почему нет? Что в этом плохого-то? Ничего плохого, абсолютно, это все, это хорошо выпить чай, но я делаю это просто более внимательно. А какие-то выборы, я смотрю, и они, я смотрю, что что-то мне начинает входить в противоречие вот с ценностными аспектами. Ну, вот опять, я не знаю, слушали вы или нет мой подкаст, разговор с Олегом Павловым. Вот если не слушали, я советую вам послушать, потому что он буддист, но он такой вот херведин, и там эта позиция такая вот, опора на ценности, она очень важна тоже, как и в большинстве буддизмов. И она там просто очень хорошо описывается, как вот в качестве пяти предписаний. Они есть везде, в любом буддизме, в принципе. Но разные там школы, они по-разному об этом говорят и, как сказать, педалируют эту тему или нет. Да, вот херавадия, это прямо очень как важная тема, она постоянно как-то напоминается. Я считаю, что и нам о ней важно напоминать, потому что это хорошая опора, в принципе. Вот пять предписаний, что это такое? Не убивать, не красть, не врать, не сексуально, не обижать никого, вот, и не отравлять свое сознание веществами. Ну, там, именно не опьянять сознание, потому что для нас ценность, вот это ясное сознание, одна из ценностей. Если мы идем этим путем, да, ясность сознания, вот как раз мы стремимся к этому, если мы говорим, что проблема наша, это не ясное сознание, одна из проблем, вот, жадность, ненависть и неясное сознание, это невидение, невидение, то, соответственно, нам важно возвращаться, как-то поддерживать эту ясность сознания. Вот, но, я бы хотел сейчас чуть-чуть с этим поговорить про это, что, во-первых, предписание, да, вот мы говорим там, не убивать, не врать. Ну, и всем известный там этот, например, парадокс этический, который там повторяют многие, многие этические философы. Ну, вот, окей, если это такая, действительно, опора, она не буддист, не только буддистская, и смысл, что в очень разных традициях, там, в христианстве, где угодно, это вот указывать на это. Не надо, не надо врать, не надо убивать. Не надо. Вот, но мы вот сталкиваемся с этим противоречием, часто, ценностным, да, что, ну, вот, опять же, в каких-то часто экстремальных ситуациях. Вот есть там фашисты, которые приходят за евреями, и кто-то скрывает этого еврея, там, где-то еврейскую семью, а, например, он такой человек праведный, христианин, например, да, и он не хочет никого не убивать, не врать. Вот приходят эти фашисты и спрашивают, евреи есть? И вот тогда ему что ему выбрать-то из этих двух ценностей? Ему, если он соврет, он соврет, он, значит, нарушит эту заповедь. Если он, значит, будет правдив, он скажет, да вот они сидят там у меня в подполе, то он, они его убьют, значит, он, значит, будет способником убийства. И полно у нас таких вот этих парадоксов там, в смысле, где невозможно выбрать. И тогда выбор происходит, вот, извешивание этих ценностей в моменте, да, вот, вот, вот в этой ситуации, когда человек прячет евреев, но интуитивно, в смысле интуитивно, мы это просто чувствуем, да, большинство, я думаю, что тут все согласятся, вы как минимум согласитесь, что надо выбрать сохранение жизни, да, лучше соврать в этой ситуации вот этим фашистам. Соврать надо, нарушить заповедь, не врать. Такого у нас много, но тем не менее, вот эти вот предписания не могут быть такими указателями, ну и вот там, сексуальное, да, там какое-то поведение. Вот я понимаю, что у меня есть какой-то импульс сексуальный, да, вот он у меня влечет, вот влечет. Но я понимаю, что эти конкретные, этот импульс ничего к хорошему не приведет, он приведет страдания, рано или поздно, мне, человеку, там, другим вовлеченным людям, может быть. И, ну, как бы тогда, вот вспоминая об этом, вот опять же, вот я хочу вернуться просто к этой же теме, как осознанность взаимодействует здесь с этикой, да, вот, и, то есть у меня появляется импульс, вот очень важно, что я его осознаю, импульс влечения появляется, я не игнорирую его, я его не подавляю, как вот, как вот, чтобы его как-то в себе заткнуть куда-то сразу автоматически, нет, я начинаю его рассматривать, говорю, так, вот я так чувствую, так переживаю, вот меня, значит, тянет уже, потянуло, я добавляю туда светоосознанность, вот это вот часть нашей практики про осознанность, про свет, потом вспоминаю, что для меня важно, я возвращаюсь к этике, к этике, на что я опираюсь, я понимаю, что для меня важны, например, важны эти отношения добрые с человеком, важно не приносить страдания вот в эту сферу, там, сексуальную, да, кто бы там не был вовлечен в нее, и если это так, то я делаю выбор просто там, ну вот не идти за этим импульсом, уже как я туда не иду за этим импульсом, что я с этим делаю, ну это уже вопрос, опять же, такое вот прямо решение, каким образом я нахожу способ так, чтобы, ну как-то это пропустить через себя, может быть, чтобы не подавить вот с этим человеком, чтобы как-то, может быть, повзаимодействовать, может быть, какой-то там, не знаю, компромиссный вариант, не знаю, там, тантрической практики какой-нибудь, не знаю, чего угодно, а может просто скажут, что нет, все, вот туда не хожу, и все, не хожу, то есть, это всегда какое-то решение уже ситуации, но основная тема здесь это как раз про вот это, что опора, это все-таки на ценность происходит, опора на этику происходит, вот это очень важно, и сейчас вот в ситуации войны как раз вот важно, что мы делаем, где мы вот, вот опять, если говорю, что не слушали про наш разговор с Олегом, послушайте, потому что он про это там много говорит, что вот есть, когда в ситуации войны появляется добро и зло, вот мы можем там с каких-то позиций более широких там рассматривать, вот как, что вот, были причины, и они действительно были, да, вот там какие-то вот разные силы мировые, значит, вот действовали, и вот это все привело, но в итоге мы приходим все-таки к действию, к такому вот, где все ясно становится, да, вот есть агрессивная война одной страны, агрессивное, нападение на другую страну, она может себе объяснять это какими угодно историями, что этому предшествовало, чего мы тут предотвратили, да, что если бы, вот сейчас основной нарратив, который предлагает там российское правительство, что если бы мы не напали, они бы на нас напали, да, ага, не они, может быть, даже сами, вот НАТО бы на нас напало, как бы через них вот туда, это основной нарратив, мы, значит, превентивно тут, но этот нарратив, он, ну, как я считаю, что он ложный, он только объясняющий, потому что, на что мы тут можем опираться, что вот опять же ценностно, да, что существует договор, вот очень важная такая тема, договоры, договоры, вот мы договариваемся, вот опять, если мы здесь говорим об отношениях между людьми и между странами, между кем угодно, вот есть договор, международный, вот если говорить, международный договор, да, вот мы договорились когда-то, что наши границы пролегают здесь, наши границы пролегают здесь, значит, мы что делаем, мы как две стороны, граничащие друг с другом, мы стараемся соблюдать этот договор, и если у нас возникают те или иные конфликты, внутренние там, какой-то этот, ну, разные интересы, да, ну, по идее вообще, если мы все-таки опираемся на этическую позицию, нужно эти конфликты решать, ну, мирным способом договариваться, вот опять же, продолжать договариваться, продолжать передоговариваться, там еще как-то договариваться, еще раз передоговариваться, решать это. Но в тот момент, когда одна из сторон переходит границу, нарушает договор, собственно, началось это с Крыма, вот был договор, что Крым принадлежит Украине, был такой договор, почему все начали это, беситься-то, все международное сообщество, потому что Россия нарушила вот этот установившийся уже порядок, хороший он или плохой, не об этом речь, а что он есть, был какой-то договор, мы сто сторон, а тут берут и это воруют, нарушается вторая, если бы с буддистской стороны позиции, нарушается вторая заповедь, не кради, да, был украден, была украдена территория, ну, и дальше все, вот сейчас вот, опять, сейчас агрессия, сейчас убийство, сейчас опять же, попытка воровства, уже тоже, и совмещенная с убийством, это вот такая международная ситуация, да, а вот в личностной, вот просто вчера Вера, в нашей там этой группе, она задала вопрос, окей, вот мы тут про эту духовную практику, про расширение, а вот, а я там, например, вчера в нашем разговоре сказал, что у меня много сейчас злости возникает, потому что я чувствую, что мои личные, вот я, вот как я, как личность, как человек, вот как эта отдельность, я чувствую нападение на себя, что какая-то группа людей, правительство моей страны, нарушило мои границы, просто мои, вот, оно, почему я должен, как бы, с тем, что я гражданин России, соучаствовать в этом, то, что оно делает, это правительство, я этого, я к этому, на это не давал, никакого согласия своему, да, то есть я с собой такого позволю, не позволяю делать, я не позволяю нарушать мои границы, это такая, вполне такая, очень сенсорическая позиция, но она осознанная, да, я смотрю, что вот здесь, моя граница пролегает, получается, что нам здесь важно, как раз, вот для меня лично, я не знаю, как для вас, но для меня лично здесь совмещается, вот эта вот, личностная позиция, и, ну, как мне, как личности, проходить через жизнь, вот опираясь на этику, все-таки, да, и как мне совмещать духовное, расширенное, вот это широкое, открытое, там, вмещающее себя все, пространственное, безграничное, с вполне личностными выборами, где в том числе, нужно сохранить границы, вот так, есть договоры, и договоры, ценности, да, есть я и ты, и этот уровень существует, существует, мы в каких-то отношениях, договорных отношениях, какие бы они ни были, семейные отношения, например, да, часто это просто не проявлено, в конкретных, мы не прописываем никакой там договор, да, вот ты делаешь то, я это делаю и этом, они как бы так вот, само собой разумеющиеся, да, вроде бы, не, ну, как-то не, не проговоренные часто, не прописанные точно уж, и каждый там со своей какой-то, смотрит позиции, и каждый как бы имеет в виду, что другой он тоже как-то так видит, а это не так, это не так, мы встречаемся с разным видением, и вот тогда важны определенные договоры, важно проговаривание, в том числе вербальное какое-то, чего я хочу, чего я не хочу, где проходят наши границы, и если это установлено, если мы договорились в этом друг с другом, тогда вот дальше следует, ну, как бы соблюдать это обеим сторонам, и если одна сторона нарушает это, то мне важно дать отпор, так или иначе, там слава и словесно наполнить человеку, скажем, первый раз, смотри, ты сейчас нарушаешь это, вот наши договоренности, я этого не хочу, я не пускаюсь сюда, а если это как бы не происходит, тогда уже какие-то следующие выборы, если он продолжает, да, или она, тогда следующие уже какие-то, и, ну, всегда это по-разному, там, кто-то уходит просто из отношений, там, вот, во всяком случае, сейчас, если мы снова перенесем это на, там, ну, вот, что делают там многие люди, в россияне, которые не согласны, ну, кто-то начинает там бороться, но их не очень много, потому что, ну, приходится бороться с какой-то очень большой силой, и, конечно, люди там боятся, и хотят сохранить все-таки себя, но уход из отношений, если, ну, вот, когда человек покидает страну, например, это тоже, в общем-то, ну, способ сказать нет, там, со мной это делать нельзя, то есть, это развод такой, да, развод, в смысле, что вот люди разводятся, муж и жена разводятся, то есть, также, там, я оставляю своего права развестись со страной, которой я, вот, как-то, которой мы будем граждане, это мой способ, да, вот выхода из отношений, он там, может быть, не идеальный, может быть, бороться было бы лучше, побеждать там в этой стране, но, как бы, каждый решает здесь сам, но, во всяком случае, вот, опять я вернусь здесь, что мы опираемся на ценности, на, 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 этику, что можно, а что нельзя, где наш договор, вот, и, уже продолжая дальше, вот, все-таки, ну, а как же это совмещать-то с, с нашим духовным путем, я хочу сегодня, вот, опять, если мы говорим про духовный путь, именно, буддийский, причем, вот, в этой традиции, такой вот, широкой традиции, Махаяны, напомнить об одной такой важной составляющей этого пути, это пути Бодхисаттва. Бодхисаттва, это такое существо, которое именно это понятие, ввела, как-то, ввел, собственно, буддизм Махаяны, до Махаяны этого не было, это существо, для которого пробуждение, пробуждение, буддовость, является ценностью, основной ценностью по жизни, основным зовом, да, он идет по этому пути, он становится Буддой, но, не ради себя, любимого, вот это, опять же, вот здесь, почему, собственно, Махаяна, вообще, ввела это понятие, Бодхисаттва, потому что, она увидела противоречия, противоречия, вот в этом, в раннем подходе, буддийском, что, я иду к пробуждению, но, как сансарическое существо, я хочу это только для себя, да, понимаете, это очень странно, действительно, получается, как может быть, сансарическое существо, стать пробужденным, индивидуально, если, как бы, противоположная сансария нирвана, это единство всего, в том числе, единство всей жизни, единство всех живых существ, существа, единство всего сознания, там, если мы к этой идентичности стремимся, то, как я могу делать это только ради себя, и как я могу это только вот сам, сам только я, там, ну, когда пытает, эго пытается вместить в себя вселенную, это невозможно, понятно, что это только описание такое, да, потому что, если все-таки люди идут этим путем, то там они находят свои способы уже в практике, как это решить, этот парадокс, тем не менее, в самом описании, в самой карте, этот, ну, как бы, это противоречие, оно может быть видимое, и кому-то оно может мешать, и вот, соответственно, махаянские, там, уже, практики, они ввели вот это вот понятие, бодхисаттвы, и там, опять же, если исторически посмотреть, там разные были отношения к этой фигуре, одно из них, это такое вот, ну, знаете, как сказать, идеализированное, опять же, да, вот бодхисаттва, как некое такое, некий символ, вот этот, вот, собственно, это архетипический образ, к которому я иду, и вот тогда я, получается, я сейчас такой сирый, несчастный, бедный, маленький человек, сенсорическое существо, а этот бодхисаттва маячит, всегда у меня где-то там перед носом, как эта морковка, да, именно где-то, я к нему иду, и никогда не могу его достичь, потому что бодхисаттва, это всегда кто-то другой, это не я, бодхисаттва, это вот там, а волокиташвар, это еще кто-то, вот они там, вот где-то, я пытаюсь куда-то к ним туда прийти, я прошу у них помощи, волокиташвар, помоги мне, там, гуанин, помоги мне, это может быть тоже, опять, я вот, когда я так, несколько иронизирую, да, иронично об этом говорю, ну, как, здесь важно понимать, что это там, мое какое-то отношение к этому, потому что для кого-то это работает, и обращение к этим силам, как, как, как помощникам, оно тоже может быть практикой, может быть, помогать, да, но когда мы обращаемся к ним, мы как бы приглашаем их к себе, мы говорим, что, вот, войди в меня, что ли, помоги мне, поддержи меня, подтолкни меня, мы просто делаем это через такое вот отношение с этим, как с другим, да, вот это вот существо, как бы, к ним обращаемся, но есть другой подход, который мне лично ближе, и я его и вам предлагаю, и он вот больше соответствует вот тому, что, собственно, и дальше я хочу продолжать, вот с этой уже традицией йогачары, которую мы сейчас вот как-то все-таки, хочу я подвести к ней в итоге, так вот, когда бодхисаттва, это не кто-то другой, не другое существо, где-то существующее в каких-то своих там мирах, а я, а я не в них, а бодхисаттва, это я и есть, как потенциальность, вот когда, опять же, мы говорим про ценности, ценности где? Ценность свободы, ценность пробуждения, ценность сострадания, ценность доброты и дружины, дружесственность, они где? Они во мне, они во мне и есть, но они как бы, если я их никак не проявляю, если я не воплощаю их в жизнь, то они так и остаются этими семенами, которые не прожосли, вот, и тут вот этот подход, и он вот как раз относится, например, дзен буддизм, он прям к этому относится, вот особенно вот тот стиль, соту дзен, который я практикую, который я всячески вам пропихиваю, чтобы вы тоже им пошли бы, как-то по-своему, но пошли бы, может быть. Так вот, он про это, что у меня есть гурсти семян каких-то, там, внутри, во мне, они уже есть, они уже есть там, если, если я соотношусь с ценностями, спрошусь, а что для меня важно, я понимаю, что важна свобода, и важна там пробужденность, и важна ясность, и важна доброта, и важна дружественность, этот набор ценностей, я понимаю, что они уже во мне есть, и тогда вопрос, воплощаю я их, или не воплощаю. Вот был такой учитель, Кодус Аваки, буддийский, он такой был, ну, париколист, что называется, в смысле, он такие, знаете, очень много у него таких, этих, ярких выражений, таких осталось после него, он жил там, кстати, в очень трудные времена, там, начиная, он участвовал в русско-японской войне, как, как солдат, а потом прожил сквозь Вторую мировую войну, хотя он уже был там пожилой, и в это время уже не воевал, ну, вот, через все это проходил, ну, вот, и этот Кодус Аваки, еще его звали, бездомный Кодус, потому что у него не было какого-то прикрепленного к нему там монастыря или чего-то вообще, и вот он перемещался там между разными, если английский знаете, погуглите, есть несколько книжек хороших, ну, таких, его и афоризмов именно, потому что он ничего такого, больших текстов никаких не писал, но вот афоризмы от него остаются, так вот он, интересно, у него такой был, как обычно, вот он такой, яркий, такие у него парадоксальные высказывания, что он говорит, что вот, был там какой-то, в Японии какой-то известный вор, вор, и он стал таким, ну, мифологическим героем, фактически, таким, в истории вошел, там, во всякие сказки, там, всякие по басенке, вот, и, ну, и вот он его называет, это вор, он говорит, что природа вора, потом говорит, вот, просто еще один термин для нас будет потом важен, который я, который могу обращаться, природа Будды, да, это опять же, это некая ценность, ценность, природа Будды, вот Буддовость назовите это, пробужденность, так вот, он говорит, что помимо природы Будды, во Вселенной существует еще и природа вора, вот он про этого вора, значит, там, какое-то у него имя, я не помню, они оба существуют во Вселенной, вот есть природа вора, а есть природа Будды, и если они оба есть, но природа, то, что существует природа вора, не делает вас вором, пока вы не начинаете воровать, да, Вот как я только украл, вот нарушил эту заповедь, не воруй, украл. И я проявил через себя что? Проявил эту потенциальность, природу вор, природу убийцы, природа насильника, природа какого-то негодяя. Все есть. И получается, что вот у меня есть выбор. Вот у меня как у выбирающего существования, как у человека, не просто как у животного. Животное, похоже, у них с выбором так слабовато как-то, как минимум с этическим выбором. Они подвержены этим своим импульсом. Туда пошел, значит, это сделал, съел, спасся. Вот такая жизнь. А мы можем выбирать. И вот этот кодус Саваки, он говорил о том, что пока мы не воплощаем природу Будды, мы и не становимся Буддой. Пока мы не воплощаем природу вором, мы не становимся вором. Тогда кто мы? Мы тогда такая потенциальность. Я могу быть вором, могу быть Буддой. И получается, что вот здесь тогда становится важна, во-первых, этика, да, какой-то список предписаний. Если вам там не нравятся эти пять принципов, хотя они хорошие, как мне кажется, как ориентир. Недаром Буддизм вот в разных своих линиях, он на это опирается. Но придумайте какие-то свои. Вот я предлагаю просто провести какую-то инвентаризацию ваших ценностей, своих ценностей. Начать с этого, что важно для меня, что важно, на что я опираюсь сейчас, вот в том числе, вот в этой ситуации огромного, потрясающего вызова, который у нас есть. И вот многие из нас сейчас, там, ну, как у него некоторые, хорошо, немногие, некоторые, говорят про эту захлестывающую ненависть. Она вполне естественна, как реакция. Но и она может быть оправдана. Вот здесь вот, знаете, вот мы всегда можем оправдать эту ненависть сейчас. Сказать, что так и надо. Так и надо. Вот. И это вопрос. Вопрос к совести, к личной, да. Следую я за этим или не следую? То, что у меня есть, вот опять. Знаете, здесь очень легко попасть в ловушку. Я чувствую ненависть. Чувствую ненависть. И тогда что? А я не должен или не должна чувствовать я ненависть. Да? Тогда я буду чувствовать еще и плюс чувство вины. Да? Я на эту ненависть еще чувствую вины наложусь. И это не тот способ, которым мы с этим работаем. Ну, вот в этих буддийских традициях. Мы как раз мы говорим, что я признаю им в своей себе ненависть. Я смотрю в нее. Я смотрю в эту тьму. Я ее чувствую. Я ее переживаю. Я свечу в нее светом сознание. Собственно, добавляю эту осознанность туда. И решаю, что с этим делается. Решаю. Опираясь на ценность. Что для меня важно? Что для меня важно проявлять в мир? Проявлять Будду или вора? Или вот у меня тут, знаете, стоит... Вот на моем алтаре есть Будда. А вот есть, значит, шут, трикстер, черт в каком-то смысле. Природа черта или природа Будды я буду проявлять? Я проявляю оба. Ну, в определенных условиях. У меня еще есть череп. Буду я проявлять смертность или жизнь? Можно так вот. Это какой-то выбор, на который мы... Почему они у меня лежат тут? Как символы просто. Потому что они мне напоминают о чем-то. Об этих выборах, которые необходимо делать. Так вот, я вернусь, завершая сегодняшний разговор. В следующий раз продолжу. Дальше эту тему протягивать. Но вот я хочу рассказать еще про бодхисаттву. Если бодхисаттву – это такой именно архетипический образ. Да, вот образ, выражающий определенный набор качеств. Мы можем там для себя прикинуть, какой вот этот набор качеств. Набор ценностей, набор смыслов может выражать для нас этот образ. И, ну, вот если взять прям традицию, как она есть, то, опять же, в той самой дзянской традиции, которую я представляю, там, ну, вот, сам практикую, у нас есть такие, значит, клятвы бодхисаттвы. То есть, что когда мы именно, мы говорим, что бодхисаттва – это не кто-то другой, бодхисаттва – это я. Мне важно проявить природу бодхисаттвы через себя. Настолько, насколько смогу, но проявить. Вот это и есть мой путь. И четыре этих клятвы бодхисаттвы, как они звучат? Как обычно все, в дзян очень парадоксальным образом. Первое клятва – живые существа бесчисленны, и я клянусь освободить их всех. Я сейчас сначала все прочитаю, потом пройдусь про них еще. Следующее клятва. Жадность, ненависть и невежество проявляются непрестанно, и я клянусь освободиться от них полностью. Следующее. Реальность безгранична, и я клянусь объять ее всю. Четвертое. Путь пробуждения бесконечен, и я клянусь пройти его до конца. О чем мне лично говорят эти клятва? Мне они сообщают о совмещении двух истин. Помните, еще одна цифра – два. О том, чем говорил Лагарджин. Вот это относительная истина и абсолютная истина. Что мы существуем в них обеих. И бадхисаттва – это тот, кто соединяет их в себе, пытается, пытается. Проявляя в себе бадхисаттву, я пытаюсь все время соединить эти две истины. Жить как сенсорическое существо и проявлять себя как нейроническое существо. Поэтому вот смотрите вот это вот клятва. Живые существа бесчисленны. Это нам о чем говорят? Об относительной жизни, о сенсорической. Сколько этих существ, чувствующихся, живые существа, немерено их. Они все время появляются, рождаются, умирают, новые рождаются. И вот мириады какие-то на одной земле только. Бесчисленны. Это относится к относительной истине. А второе утверждение говорит, я клянусь освободить их всех. И вот как-то говорят, побудьте с этим. Но они в этой фразе, эти истины совмещаются. Как? Не через интеллект. Потому что интеллект тут ломается. Он не может это выдержать. Рациональное. Потому что если вам сказали, что живые существа бесчисленны, вы их как отдельное живое существо спасти не можете. Принципиально. Никак. А я клянусь это делать. Как бодхисатва. Как? Это вопрос каждому из нас, если мы хотим пройти этим путем бодхисатвы. Как я могу совместить это? Что я могу делать конкретно сейчас для того, чтобы проявить это? Это всегда вопрос очень конкретного действия. Вторая истина тоже. Жадность, ненависть, нежность проявляются непрестанно. Второе клятво. И опять это утверждение из мира сансара, что не избыть нам этого всего. Ни в себе, ни в других. Жадность, ненависть и тупость. Тупость человеческая. Как была, так и будет. И во мне, в других. И ненависть вот это во мне, в других. А второе утверждение говорит, что я клянусь освободиться от них полностью. Вот опять, как это совместить в себе? Вот так. Эти клятвы, они здесь не просто, знаете, как бы пробубнило все. Это вопросы к нам, как я это считаю. Вопросы, которые призывают меня к этим ценностям. Говорят, смотри туда, смотри туда, смотри туда. Что ты можешь сделать прямо сейчас, здесь, прямо сейчас, здесь. В своих ситуациях, в своих условиях. Как маленькое сенсорическое существо, но будучи бодхисатвой. Проводя через него свою бодхисатвость. Ценность. Ценности. Третье. Реальность безгранична. Я клянусь объять ее всю. Ну, то же самое, да? Это та же самая невозможная задача. Пусть пробуждение бесконечное, я клянусь пройти его до конца. Бесконечное. Как я могу пройти бесконечность? Вот такие вот клятвы. Соответственно, как я сказал, лично я воспринимаю их не как просто то, что нужно произнести и все, а то, что задает мне вопрос, обращая меня куда-то, обращая меня к этим ценностям как раз. Ну, например, вот как раз вторая, вторая, то, о чем я сейчас говорил до этого. Жадность, ненависть и тупость моя собственная безгранична. Безгранична. И я постоянно с этим сталкиваюсь. Со своей ненавистью, со своей жадностью, со своей тупостью. И я смотрюсь в это, я соотношусь с этим. Вот я туда добавляю вот этот элемент осознанности, элемент света. Да, если мы говорим о практике, я смотрю это, я говорю, я признаю это, я говорю, что во мне есть жадность, тупость и ненависть. В разных там этих воплощениях, да, в конкретном приложении. И я клюнусь освободиться от этого, что это значит для меня прямо сейчас. Ну и вот опять я могу, например, опереться на ценности, которые, может быть, противоположны этому. Но если я говорю про ненависть, если я замечаю в себе ненависть, то что может помочь мне преодолеть это, эту ненависть? Что? Я не знаю, опять же, в каждом из... Вот вчера, например, когда мы собрались, да и сейчас тоже. Ну вот сейчас просто я тут все болтаю, да, вы молчите. А вчера мы говорили. И для меня это было преодолением ненависти, преодолением страха. Да, потому что очень не хочется туда вот идти, да, в такое. Очень не хочется встречаться друг с другом вот так. А мы пришли, и вы пришли. Я говорю, что вы в этом смысле, вы герои, потому что вы, несмотря на эту трудность, несмотря на весь этот комплекс чувств, пришли и показали их себе и другим. И, ну, я думаю, что все, кто был вчера, и там всех, кто записит, посмотрел или посмотрит, согласитесь, что у нас изменилось что-то, да? Изменилось там, вот в нашей встрече. Мы изменились сами. Мы прошли сквозь напряжение внутреннее, которое выражалось вот в этом, во всем этом комплексе чувств. Опять назвать это только ненавистью или только страхом, или только чем-то еще вот отдельным. Невозможно. Вот целый огромный комплекс переплетенных чувств друг с другом. по отношению к себе, по отношению друг к другу, по отношению ко всему, там, ко всему происходящему. Но мы пошли в эту тьму, прошли сквозь нее, оперевшись на что? На ценность. На ценность вот точно нашей дружбы, нашего сообщества, нашей общности. Несмотря ни на что, да, что она есть. И мы стараемся ее сохранить вместе. Вот мы здесь опирались на эту ценность. Вот. Поэтому сейчас уже завершаю эту часть разговора. Просто я в следующий раз хочу ее продолжить, уже переходя к определенной такой карте. Просто опираясь вот на то, что я сейчас сказал. Я хочу перейти к конкретной карте, которую мы можем делать, ну, использовать как практику прям. Которую предлагает вот конкретно эта школа. Юго-чар. Но сейчас, предварительно, уже завершаю, я хочу сказать про эти семена. Потому что в следующий раз я буду про эти семена говорить подробнее. Семена чего-то. В нас есть как семена ненависти, так и семена дружественности. Есть как семена жадности, так и семена щедрости. Есть как семена животного, так и семена Будды. Да, как семена дьявола, так и семена Мары там какого-то, да, если буддийским языком. Так и семена Будды. У нас есть семена вот этого Бодхисаттвы и семена, ну, вот, каких-то низменных, низменных существ. И есть такое, ну, расхожее банальное выражение. Остановить зло на себе, да, не распространять его дальше. А распространять, наоборот, какое-то добро в том виде, как мы его осознаем. И вот здесь, как бы, вот в этом и вопрос. Могу ли я остановить это на себе, несмотря на то, что я несу в себе все эти семена. Я несу их в себе. От моих предков, от всех животных, там, предков и прочее, от всего. А все это во мне, вот, во мне кипит в крови у меня, стучит, пульсирует. Но я решаю здесь, я, как осознающее существо, решаю, что сеять, что дальше сеять. В своей же жизни, в своей жизни, что я буду сеять. Через свои действия, через сохранение чего-то важного, через опору на ценности. Да, вот, это мое решение сейчас и здесь. И здесь как раз это совмещается, вот, то, в чем говорила, ну, спрашивала Вера. Да, и опять же, там, наверное, ну, я чуть-чуть только коснулся этого, потом я, может быть, подробнее про это поговорю, может быть, мы все как-то поговорим про это. Как же совмещать вот это, то, что мы называем духовностью и отстаиванием, например, своих границ? Это трудный вопрос, это сложный вопрос, да, он всегда решается в конкретике. Но границы, это, вот, как я уже говорил, что это часть этики. Нарушение границ, это нарушение этики. И, соответственно, если я забочусь об этической, воплощении этических каких-то сторон себя, то защита границ своих ли, своих ли страны, это часть этической позиции. Недаром, что когда все-таки, когда страна атакована, ну, вот, для меня лично, как, ну, я не знаю, вот если бы, ну, там вот, сейчас у украинцев это, да, было когда-то, что Советский Союз, к Советскому Союзу можно по-разному относиться, но он был атакован, да, люди пошли защищать свою страну. И здесь вот этот выбор, как мы это защищаем, это уже дело, опять же, индивидуальное. То есть кто-то идет прямо на фронт и борется там, как воин, а кто-то делает это своими способами в тылу, как-то, что вот, что я защищаю здесь, что я сохраняю здесь, когда атакованы. И если, опять же, возвращаясь к вопросу, Вера, про личные границы, вот личности, мне кажется, те же самые принципы. Если они атакованы, то что я защищаю, какие ценности. Мне важно это защитить. В том числе защитить тот договор, который был. Или договориться заново. Вот. И последнее, вот, ну, все-таки еще про бодхисаттва. Чтобы я сейчас пока, как бы, именно рекомендовал до следующего разговора, потому что дальше я хочу это развивать, вот, в эту тему погружаться. Ну, вот, опираться на эту фигуру. Если она вам не близка, найдите что-то свое, там, каких-то вот, кто для вас является вот этими архетипическими образами. Да, вот, если этот архетип, воплощающий ценности ваши, вот, и здесь важно провести какую-то, может быть, такую инвентаризацию этих ценностей. Просто я бы хотел, чтобы, конечно, раз мы идем в этой группе определенным общим путем, у нас есть общие части, то у нас есть и общие ценности. И я бы хотел, конечно, это пробужденность, в первую очередь. Да, это вот то, что мы называем будусть. Я считаю, что так же сострадание и доброта, это тоже наши общие ценности здесь, они так или иначе есть. Все остальное уже как-то посмотрите, как у вас там, значит, что у вас там, свобода, творчество, там еще что-то. Но и окей. И тогда, что воплощает их? Есть ли какой-то образ, который мог бы вам помогать? Как я говорил, что в условиях сейчас нынешних войны многие практики, которые мы делали до этого спокойные, какие-то, знаете, такие вот просто осознавания, они перестают работать. Нам нужны какие-то поддерживающие факторы. Вот эти этические и ценностные практики, они могут быть такими важными опорами сейчас. Тогда мы в условиях военных, именно в прямом смысле, даже если бы и в каких-то метафорическом, да, вот какой-то в активной жизни просто вот что-то делать, это позиция Бодхисаттва. То есть это не просто какое-то отстраненное такое... Привет, Юра. Отстраненное наблюдение за чем-то, да? Это активное воплощение своих ценностей. Вот я беру этот фонарь осознанности и иду с ним освещать жизнь. Иду в самую тьму с ним. В том числе в свою тьму, как этого существа отдельного. В том числе в свою ненависть, в свою жадность, в свою тупость я иду. В первую очередь иду в это. С этим фонарем осознанности, доброты, дружественности. Того, что входит в ваш пакет Бодхисаттва. И этот путь Бодхисаттва, он такой героический. Вот здесь очень важно, что он дает нам силу. Он дает нам силу. Мы выходим из позиции жертвы. Когда я жертва обстоятельств, вот жизнь так вот на меня навалила вот столько всего. Войну точно никто сейчас не заказывал из нас лично. И мы такие жертвы. А вот нет, если просто вот жизнь такая, как есть, а я Бодхисаттва в ней, я иду с вами путем, вот тогда вопрос ко мне, как я иду, что я делаю, что я делаю, что я несу с собой, что я воплощаю. Я воплощаю вора, воплощаю убийцу, воплощаю что? Или воплощаю буду. С вами действия. Это может давать силу. Окей. На этом я завершу дозвольные речи. Спасибо за... Что пришли. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok